В культурно-просветительском центре Балашовской епархии открылась выставка современных и старинных православных книг. Первыми ее посетителями стали ученики одной из городских школ. С экспонатами они знакомились в День православной книги. Сегодня книги для многих привычны и даже бытует мнение, что в век высоких технологий печатные издания уходят в прошлое. Ведь вся информация есть в интернете на электронных носителях. И тем интереснее молодому поколению узнать, как давно появилась первая книга. И какой тяжелый путь она преодолела. Прежде чем исполнилась мечта первопечатника Ивана Федорова, его единомышленников, книга стала доступна каждому. Наша первая главная задача это научить подрастающего поколения книгу ценить. Вообще, чтобы дети вспомнили о книге, чтобы эта любовь к чтению им прививалась. Ну и конечно книга православная, как носитель главной мудрости, ну скажем так, должна быть в голове угла. Во времена Ивана Грозного книги были равноценны поместьям. Не случайно предки говорили, что книжное слово в жемчугах ходит. Обложки украшали драгоценными камнями, серебром и золотом. Но главной ценностью всегда было содержание. Я узнала, сколько лет некоторым из этих книг. И это настолько был великий труд у людей. Все это руками писать, это было очень трудно. Мы смогли сегодня с девочками прикоснуться к этим книгам. Они настолько старые, все это так интересно. Я впервые вижу такие книги. И я понимаю, что это было очень трудно создавать такие книги. Очень интересно было послушать, как они создавались, в каких условиях. В период гонений на церковь уничтожались и православные книги, хранящие тексты богослужений, изречения святых отцов, открывающие глубину православия. И тогда, боясь потерять эти душеспасительные знания, люди вновь, как и столетия назад, вручную переписывали православные книги. У меня есть такая традиция, которая переписывала моя покойная прабабушка. Здесь разные есть тексты, здесь и многословий, и какие-то госсорковные тексты. Они, естественно, если сейчас она дома немножко посмотреть, эти датчики, не все было бы понятно, не вся разборка написана, потому что уже был человек пожилой. И, скажем так, грамотность тоже храмовная в то время, когда ее учили еще до революции. И поэтому, как бы, это дитракт, такой вот видимый, скажем так, показатель того, как относились к книге наши, с не такими далекими предками, наши бабушки и прабабушки, и прадедушки. Книгу беременные и хотели нанести до следующего поколения вот эту мудрость, которая у них содержится. На выставке ребята познакомились с книгами и журналами, которые предлагает читателям епархиальная библиотека. «Надлежит мне духовные семена по свету рассеивать», – так видел свое призвание друкарь Иван Федоров. И сегодня православные книги в свободном доступе, в печатном виде, несут читателям мудрость, утешение, укрепляют в вере.